Прикладно, когда шастих один вечера, в телевизионную вышку ударила Маланка. Электричный разряд, который прошел по конструкции, сопроводился мощным гуком. Его подчули навод за несколько кварталов от телецентра. В осяк это описывают работники телерадиокомпании. Во время грозы я как раз находился в студии, в одной из студий радиовещания. И мы готовили выпуск очередной передачи со звукорежиссером. Я посмотрел в окно в какой-то момент и как раз увидел, что проскочил хвост от молнии на уровне 3-4 секции. Сколько мне можно было видеть из окна. Я так понял, что это была не вся молния, а только ее окончание. То есть она, видимо, пришла откуда-то свыше. И что было характерно, очень сильный, такой нетипичный, необычный, с металлическим призвуком такой вот гром прозвучал. У нас сразу затрещала аппаратура. То есть было понятно, что мощный силовой удар пошел. Один пульт вообще выключило и пропало на какое-то время вещание. Не глядячи на наявность специальной системы оховы на больницу, выник удар у Маланки, у телевизийную вышку, у будинку телецентра отбылся шматлики, техничные неполадки. Зникла компьютерная сетка, зладу вышла частка эфирного обсталявания. Под погрозой невыхода у эфира казалась и передача «Диалог». Не отбылась а трансляция программы «Новины региона». Назиралися сбои у радиовещания. Сегодня ранится и все техничные неполадки были ликвидованы. Телерадиокомпания «Гомель» начала працевать в штатном режиме. Я впервые за 25 лет работы столкнулась со столь мощным ударом стихии, последствия которого ощущаются и до сих пор. Как говорится, незаряженное ружье тоже выстреливает. Уважаемые телезрители, я приношу свои извинения за технические сбои, которые были в нашем эфире. И надеюсь, что вы по-прежнему останетесь друзьями нашей компании и нашими зрителями. Александр Гамоля, Дмитрий Родянко, Телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует...